Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос и Сергей. Добрый день. Сегодня мы поговорим о жизни немножко, а разговаривать мы будем о человеческом счастье и о том, как человек застревает, точнее не сам человек, а как разум человека застревает в прошлом и в будущем. Да. Как ему выбраться из этой ситуации, да? Да. Вот смотри, когда мы можем ощущать счастье? Так, счастье. Ну, конечно же, когда, например, мы чего-то очень долго ждали, и это появляется, да? Но бывает, очень долго ждешь, и потом это раз понравилось, где-то на 5 секунд, и уходит чувство. Ну, правильно. Но когда мы это ощущаем? Ну, например, когда влюбляемся. Ну, в общем, я тебе объясню. Давай. Мы ощущаем это сейчас. Да, сейчас 100%. Не потом, не завтра, не вчера, а сейчас. Да, сейчас 100% момент, есть только сейчас, да, нету вот... Человек живет в настоящем моменте, сейчас, сегодня. Нету прошлого будущего, да. Да. Будущее еще не наступило, а прошлого уже нет. У меня такая проблема тоже есть. Я часто нахожусь в прошлом или в будущем. Например... Например, я скучаю по 90-м, да? Ну да, когда мы выросли. Да. Другой. Или, например... Например, на моем канале энное количество подписчиков, да? Которые тебя смотрят, да? Да. И мне хочется больше. И я думаю, блин, а ведь как жалко, что их не больше. Возможно, в будущем их будет больше. Я бы хотел, чтобы будущее наступило. Но смотри, в чем прикол. В чем подвох. Вот сейчас начинается суть, мне кажется. Суть, да. В будущем, в будущем, их будет больше. И я опять же буду думать, как их будет... Как больше их станет в будущем. Получается, что я никогда не буду ценить то, что сейчас происходит. И все время буду думать, а когда, сколько их будет в будущем. Это будет без конца. В том и сути творческого человека. Он никогда не будет доволен. Он сделал. И ему хочется еще, еще, еще. Это такая болезнь, которая не остановится, мне кажется. Никогда. Но тут, понимаешь, тут надо уметь развиваться, двигаться вперед. Хотеть большего. Иметь амбиции. Но при этом уметь ценить настоящий момент. Вот такой человек будет счастлив. Да, именно так. Он нарисовал картину. Он испытывает удовольствие в данный момент, когда рисует. Он ее нарисовал. Он ее любуется. Он понимает, что я нарисовал клевую картину. Но он при этом не остановится на достигнутом. Он нарисует другую картину, еще более клевую. И тем самым он еще и развивается. Естественно, его творческие навыки тоже. И он развивается прямо сейчас. И опять же получает удовольствие от сейчас. На данный момент, да. Потому что что потом и что было, это уже несравнимо, конечно. Но это как во сне происходит. Это пролетает так мгновенно, что ты... Вот эти моменты хорошие. Небольшой совет не по теме. Вот ты сейчас смотришь игру, да, Алин Солдер? Так. Если два раза быстро нажать на выстрел, то можно вызвать маленькую желтую сферу. Эта желтая сфера, ну, любые маломальские выстрелы превращают в энергию. Ничего себе не сказал. Ты видел, когда я кокон разбивал, я ловил выстрелы? Да, да, да. Вот я для этого и делал. Я энергию собирал. Можно полностью жизни пополнить. Ну, это потом, да. Это уже другая история. Значит, возвращаемся к застрявшему разуму. Таких примеров очень много. Не только из жизни, но и из игр. Например, я, допустим, я не умею... Это что у вас творится? А, привет, Сань. Мы тут обсуждаем на запись, да, жизненные ситуации. Мы говорим, записывая... Положившиеся уже конкретно в игре, да? Да, это... Допустим, даже в этой, да? Это Саша пришел... Ты проопоздал на занятия. Немножко опоздал на семинар, да? Семинал Некроса. Вот. Смысл в том, допустим, я не умею играть в Injustice, да? И я проигрываю противникам и расстраиваюсь, да? Ну, естественно, да. Но прикол в том, что я должен... Компьютеру или, в смысле, людям, когда ты говоришь по интернету или... Да, по интернету. Я, в принципе, проигрываю. Ну, людям. Людям проигрываю, да? Я люблю с людьми играть просто, а не с ботами. И я начинаю расстраиваться, но когда я захожу в тренировку, я понимаю, что я развиваюсь. И мне нравится сидеть в тренировке и развиваться. Потом, когда я узнал что-то новое и стал сильнее, я иду и кого-то побеждаю. Но потом мне попадается человек еще более сильный, я опять расстраиваюсь. Забывая о том, чего я достиг и чем можно, там, гордиться или получить удовольствие от того, что да, ты стал сильнее, ты что-то новое выучил. Опыт у тебя растет тоже. Да. Ты растешь. Помнишь, что ты не можешь быть сильнее всех, найдется всегда тот, кто сильнее тебя. Это истинно. Поэтому нужно получать удовольствие от того, насколько ты сильный сейчас. И понимать, что ты можешь, в принципе, стать сильнее, если постараешься. И учиться на ошибках. Вечно учиться. То же самое. Ну, с айфоном знаешь. Ну, да, это немножечко такое. Это совсем другое. Это спин-офф, я бы сказал, но похоже, да. Ей нужно вечно что-то знать за временем. Да, человек вообще такое существо, которое склонно к познанию большего, к хотению большего, да? Да. Вот, это нормально. Это финальный босс? Это нет, это далеко не финальный босс. Это случаем не Страйдер? Это нет. Это Алиэн Солдер. Просто персонаж похож чем-то, знаешь, вот, не знаю, оттенок так называемого костюма, что-то такое. На его анимацию движения. Похоже, да. Ну вот. У Страйдера был этот Short Blade. Короткий клинок вроде. Вернемся к теме, наверное, да? А то Саня сейчас уйдет немножечко. Да, улетит вместе с этим порталом. Улетит в космос. У вас же, какие у вас есть примеры по теме? Чего именно? Ну, по теме, да? То есть, вы жалеете о том, что не сделали, или вы думаете, а как бы было бы клево, если бы было, но вы даже не смотрите на то, что сейчас есть. Ведь сейчас у каждого из вас есть хорошие моменты какие-то. Ну, конечно. В жизни всегда есть. Ну, самый банальный пример, но это, наверное, не банально, это все-таки важный пример для каждого человека, когда есть мужчина и женщина, и кто-то упускает тот момент, когда вот реально есть, зацепиться за что, надо просто действовать, и все получится. Кто-то тупанул. А ты помнишь, тормозишь и упускаешь этот момент. А потом, как было у меня, ты все-таки продолжаешь что-то, ну, не возобновить, а поддержать, чтобы к этому вернуться. Но уже человек, у него чувства ушли. И личная жизнь, возможно, началась. Но, возможно, это уже другая тема разговора, потому что человек уже не так... Да, это отступление. Нет, это тоже связано, я считаю. Потому что, смотри, здесь мы говорим о том, что на достигнутом не останавливаются, но ценят то, что есть. То есть, благодарность идет за то, что есть сегодня. Например... Стоящее, да. Да, ты, вот, например, хотел бы рисовать сильнее, на более качественном уровне. Да, конечно. Но ты уже рисуешь хорошо, и как бы ты должен радоваться этому. Но дело в том, что у меня голова лопнет рисовать, писать музыку, в сценарии, снимать фильмы. Люди всегда хотят что-то большего. С деньгами. Посмотри, я... Стихи тоже, да. Развиваюсь во всем, но... Я упускаю именно то, о чем я сейчас сказал. Ну, ты понял. Возможно. Но это ради дела, опять-таки. Значит, я чем-то жертвую ради дела. Ну, например, частичкой своей души. Да, и это очень бьет сильно. Ну, а как тогда творчество рождается? Так и рождается, правильно. И по поводу денег. Вот у человека есть банальный пример. Какая-то определенная сумма, да? Какая-то определенная сумма, да? Он купил что-то, но ему это кажется мало, он еще хочет там что-то покупать. И привыкаешь к хорошему. Когда-то у меня не было ни ноутбука, который я могу свободно включить ночью и смотреть, что хочу. У меня был просто телек с пятью каналами, даже без МТВ, да, когда-то. Было Дэнди. Не было интернета. А когда он был, были карточки. И мне казалось, что это нормально, это круто. Сейчас у меня есть интернет, у меня есть камп, который, ну, пока справляется со своими задачами, да? Есть ноутбук, есть кабельный, по-моему, у меня, да, спутник, спутник у меня есть телевидение. И мне это все кажется обыденным. Так и должно быть. Так и должно быть. Это не правда. А потом, если у меня это отнять, что-нибудь из этого, да? Да. Я начинаю, ну, как бы паниковать. Да. Я начинаю возмущаться. Смотри, человек. Чувство современного человека, которое он испытывает. Да. Ну, человек же привыкает. Да. Когда тебе, допустим, возьмем, грубо говоря, тебя блокирует интернет, то есть его нет у тебя сейчас. Да. Ты просто впадешь в такое состояние, то есть, ну, как бы, нет, книги можно почитать. Несвыходно. На этом, как бы, понимаешь, как бы, тебе мало будет этого. То есть, если, допустим, тебе на пять дней, да, забрать интернет, то есть, тебе будет не очень-то комфортно. Да, совсем не комфортно. Ты будешь искать какой-то выход, то есть, возможно, не знаю, пойти куда-то, выйти прогуляться, да? Гулять, да, гулять пойду. Чтобы это время прошло, и ты, вот, как бы, точнее, определенное количество времени прошло, и это закончилось за эти пять дней, и снова, как бы... Вот именно, вот именно. Этот был интернет. Когда у меня, у меня был период страшнейший, кошмарнейший период, никому не пожелаю такого, даже врагу, где-то пять дней, где-то пять дней у нас не было света. Слушай-ка, у нас было такое в Москве, ну, это было всего на сутки, по-моему. Ты помнишь этот случай в 2007, что ли, году или 2006? Не помню. Ну, может, аварийно. А как это называется вот такое внезапное отключение электричества в городе-миллионнике? Блэк-холл, или как? Блэк-холл. Блэк-холл. Ну, опять же, Сань, Сань, это не суть. Я хочу немножечко опять вернуться, ты все убегаешь куда-то. Это пример, вот, смотри, электричество, да, отключает. Ну, не важно, как это называется. Просто, да, некомфортно, и надо было видеть меня. Я лежал на диване, не понимал вообще, что делать, в позе зародыша, и слушал шансон. Я начал с ума сходить просто. И я вспомнил отличный пример, который будет очень в тему. Есть люди наподобие Скружи Макдака, да, или Мистера Бернса с Купердяей. Они зарабатывают деньги, они амбициозные, они постоянно их накапливают все больше и больше. Но они несчастные, они деньги эти не тратят. Они ни себе ничего не покупают, ни людям не помогают. От этих денег прока никакого нет. Есть такой персонаж из русской литературы Плюшкин, то есть, как бы, момент накопительства. То есть, они все копят, копят, это болезнь. Это то же самое, что, возможно, и шопоголик. Есть накопители, которые копят не деньги, а вообще вещи, не могут выбрасывать мусор. Это другое, по-моему. Это тоже болезнь. Есть даже те, которые копят у себя дома, притаскивают мусор со свалки и копят, копят. А потом соседи жалуются, что воняет и гниет. Но у нас разговор не о шизофрении. Ну да, опять же, опять ушел от разговора. Но это не шизофрения. Это другие болезни. Это сейчас проблема чисто накопителей. Может быть, они этим наслаждаются прямо сейчас, да? Им, конечно. Перфекционисты, возможно, какой-то, не знаю, оттенок перфекционизма. Богатые люди, им уже заняться нечем от такого изобилия. Вот, кстати, видишь, да? Этим ударом, который вызывает, который превращает патроны вражеские в силу, можно стеночки вот эти вот сбивать. Я это в интернете подсмотрел. Мне это все напоминает именно геймплей Contra Hard Corp. Да, да, да. Да, мы об этом поговорили недавно. Корпс, да. Вот, ну, я думаю, что, какие можно сделать выводы? Определенные, по данному. Я считаю, что не зазорно хотеть большего и быть амбициозным. Это, наоборот, двигатель, да, прогресса. Да, и опыт наращивания, и твой рост. Но нужно всегда помнить, кем ты был, и понимать, кто ты есть, и радоваться этому. Вообще, мне все это напоминает, вот, смотрите, когда человек хочет большего, это даже, смотрите, как-то взаимосвязано с несколькими грехами. То есть, допустим, обжорство, да? Да. Это когда человек хочет много-много есть. То есть, он съел, он еще хочет. Или в определенный момент он думает, он уже поел, в принципе, да? Но он думает о каких-то бургерах, понимаешь? Да, да. А не о домашних. Бургер один появился уже на экране. А вот, и, собственно, другое, это, это, я сказал, чревоугодие. На лягушку больше похоже. А похоть, это когда человек, да, у него вроде есть женщина. Но он хочет большего. Женского, да, он полигамин, он хочет много. И он не ценит того, что вот сейчас вот в тему, он не ценит ту женщину, которая у него есть. И ему кажется, что так и должно быть. А потом, когда у него, ну, не у него отнимают, а женщина уходит, да? Да. Он понимает, что что-то не то он сделал. У него раздражение начинается. Да. Я просто это знаю, как бы, есть просто полигамные люди и моногамные. Моногамные – это которые ценят одного человека. Да. А полигамия – это не ценят определенных каких-то, точнее, человека, да? Но потом кусают локти, кстати. А мне кажется, что полигамия – это никогда не ценят. А когда просто ценят, ну, нескольких людей. Конечно, от людей, от характера зависит. Многолюбы, типа. Потому что, знаешь, есть однолюбая, есть… Да, многолюбы. А есть, которые исправляются в протяжении какой-то жизни. Просто, допустим, мужчина такой, да, что ему нравятся девушки в принципе, ему он получает довольность. И он не может остановиться, да. Как короб конфет какая-то, да? Теперь поговорим о третьем грехе. Это, возможно, зависть. Это в смысле, когда, как раз таки мы говорили, у человека есть что-то из того, что он купил, да? Ну, возьмем этот айфон, да? У него, в принципе, он так упорно копил, возможно, там, не знаю, работал на него. Да, походу, обо мне речь нельзя. Вот есть, допустим, у него пример айфон 4s, да? Внезапно, таки он, не разбираясь, в девайсах вышел пятый, да? И он уже хочет пятый. Да, он только что купил вещь. Когда он знает, что у кого-то есть пятый, он просто с ума сходит. Он забывает то, что он купил вещь, которую так хотел. Главное, что у соседа там на один сантиметр больше, да? Да, да. Ну, по скриптам, по скриптам, но все-таки процессор и экран намного мощнее. Ну, понятное дело, да. Но, блин, тогда просто нет смысла ничего покупать. Мне сказали, Рустам, ты хочешь иметь компьютер помощнее, но ты никогда не угонишься за техническим прогрессом. Ты купишь себе камп, через месяц выйдет новая видеокарта, и ты уже начнешь потихоньку проседать-проседать, и через год твой камп уже станет через год-два устаревать. Конечно, понимаешь, есть такие люди, которые при деньгах, они покупают каждый раз какие-то топовые компьютеры. Но кто-то мне говорил, что за эти деньги можно, не знаю, что-то другое. Ну да. Мой четвертый пентиум устарел практически сразу. Вот я его купил, да, вроде клево все, а вроде бы уже что-то не то. Просто раньше кампы очень дорого стоили, при этом они были менее производительны по своей цене. Я купил себе четвертый пентиум за 30 тысяч, и через пару лет я понял, что он уже не тянет Принца Персии, Ворьер Уисвин, вторую часть, на максималках он ее не тянет, даже на средних настройках она лагала. Вот. Потом выпускались драйверы плохие. Ну, на самом деле, магазинные драйверы, ну ты понимаешь, они почти всегда не очень. Лучше качать их из интернета. У меня с этим магазинным драйвером даже халфа вторая лагалась страшно. Но опять же, это мы ушли немножко от темы. Короче говоря, копите деньги на нужные дела. Трати их. Трати их, и если вы встретили девушку, то... Получайте удовольствие от общения. Думайте головой, а не задницей. Ну да, получайте удовольствие от общения. А потом вы будете жалеть об этом, как говорится, назад в будущее. Ну да. Или возможно будете одни, но не с тем человеком, который нужен. Вы опять застрянете в прошлом и в будущем. А настоящим моментом пользоваться... Рассладитесь, вы его пропустите. Да, в общем... В аналах истории застрянете в общем. Ну да, смешно звучит. Ну в общем, ищите счастье в настоящем моменте. В том, что происходит прямо сейчас. Ищите настоящее. Ну и все. С вами были Некрос, Сергей, Наташа и Александр. Чао, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok